Уже ткнул кто-то. Наверное верховка. Зараза полной осадки уже сбила наверное. Ребята всем привет. Я в очередной раз приехал на небольшой прудик. Долго выбирал место с подветренной стороны. Сегодня дует западный ветер. Примерно 5 метров в секунду. И у меня ушло много времени на то чтобы отыскать более-менее такую нормальную точку. Как можете заметить тут уже много раз кто-то рыбачил. По заверению одного местного рыбака здесь бывает попадает караси до полутора килограммов. А что мне нужно как рыбаку? Мне как рыбаку именно это и нужно. Чтобы у меня в душе был энтузиазм. Была надежда на поемку крупной рыбы. Ну собственно говоря этим я сегодня и буду заниматься. Буду рыбачить. Начинать рыбалку. С удочки 4,5 метра. Замешаем тесто. Замешаем прикормочку. Настроим снасти. И начнем отдыхать душой и телом. Первым делом надо обустроить рабочее место. Настроим снасти. Тесто обе место. Тесто. Чисто. Чисто. Ее. Судочка у меня сегодня. Такая же, как в прошлый раз, 4-х метровая, штекерная, достаточно быстрая, но в то же время достаточно гибкая. Это удилище для метода ловли Хиробуна. Удилище крайне приятное в руке, и ловить им по-настоящему одно удовольствие. Это вот прям, и оно не стоит каких-то там космических денег, поэтому достаточно бюджетно. По крайней мере, хороший Евромах стоит дороже, чем это удилище, это точно. Я люблю, когда у меня все лежит, по крайней мере, в рыбацких настях, так как надо. Здесь у меня коробочка с оснасткой. Мотовил здесь много, как вы можете заметить. Но оснастки у меня сделаны только 6 штук под 3 длины удилища. Остальные оснастки я пока что не забил, то есть не сделал. Все это будет с опытом заполняться и делаться, и настраиваться под конкретным условием. Сегодня я буду начинать рыбалку с лески 0.168, основная, и поводочки скорее всего 0.12. Если будет плохо клевать, поставлю 0.1. Но при поводках 0.1 придется очень аккуратно подсекать, если вообще будем кого-то подсекать. И ловить буду на оснастку, где два крючка лежат на дне. Ну, о крючках мы чуть-чуть попозже еще поговорим, когда я буду лезать поводок. Я, ребят, сегодня после суток, как многие из вас знают, я работаю в пожарной охране. Вот, в этот раз сутки выдались какие-то прям сумасшедшие сигнализации. Столько было, много разных учений, еще были, короче, устал. Поэтому язык мой сегодня может иногда заплетаться. Здесь у меня уже предустановлен двойной поводок с крючками. Длина здесь идет примерно сантиметров, наверное, 1.30, другой где-то 27. Но я хочу поменять. Я хочу поменять, и мой товарищ Василий из группы, точнее, с канала в Телеграме по ловле методом Хирабуна посоветовал поставить более короткие поводки для того, чтобы более четко идентифицировать осторожную поклевку. А в прошлый раз, когда я рыбачил, и попадались достаточно крупные рыбы, тогда поклевки были реально осторожны. Теперь, что касается крючков. Специально не стал я убирать далеко сегодня. После суток быстренько заехал на почту, получил посылку свою. Пришли мне вот такие вот японские крючки безбородые. Самое настоящее богатство. Крючки специальные для ловли на метод Хирабуна. Ну, конечно, раскошелился, но очень хотелось попробовать. Потому что мужики, кто достаточно серьезно владеет Хирабуной, советуют. Ну, и я, собственно говоря, к советам прислушиваюсь. Разные размеры, разная форма. Такие вот крючочки. Если что, пишите в комментариях, я вам подскажу, что за название. Пока что трудно сказать, как они себя покажут. Но сегодня все будет видно. Сегодня все будет наглядно и понятно. Один, наверное, крючочек поставлю поменьше. А другой поставлю посерьезнее. Ну, вот, пока поводок завязывал, несколько раз воткнул крючок, короче, в штанину. А достается-то очень сильно легко. То есть воткнул, затрепил сразу. Хоп, все, все отцепил. Красота, блин, вообще. Мужики, кстати, сказали о том, что отходов с них практически не бывает. Вот, то есть, блин, если это на самом деле так, я буду очень рад. Я буду прям безумно рад. У меня, если честно, прям такой легкий мандраж. Я прям, новые крючки сейчас. Кстати, в прошлый раз была тоже вот такая тряпица. Я заметил то, что черные риски на поплавке, на поплавковой антенне, видно лучше, чем саму яркую антенну. Вот, поэтому, ну, мы же как бы русский народ, маркер черный с собой. И в домашних условиях я немножко подкрасил антенну, сделал черные риски на поплавке более широкими. Вот, и сам кончик антенны тоже подкрасил в черный цвет. Ну, должно быть хорошо видно. И плюсом к всему, вот эту вот посередине, получается, антеннки, оранжевую рисочку, сделал красной. Потому что, когда тесто растворяется, поплавок потихонечку всплывает. И, когда однородные риски, это бывает, как сливается в глазах. Когда такая красненькая выклывает, уже, ага, понятно, половина антеннки всплывает. Потому что, когда долго на поплавок пялишься, уже начинает углик. Глубину я промерил. Сейчас я по-быстренькому замешаю маленькую миску при корме. Все-таки вот эту старую. А эту новую мне тоже, ребята, посоветовали замешивать тесто в большой миске. Потому что оно больше насыщается кислородом, становится более легким и более податливым для осторожного карася. А, собственно, именно его я сегодня и буду пытаться ловить. Ну вот, как-то так. Замешаем в ней тесто, посмотрим, какая у него будет механика. Ну и попробуем поймать рыбу. Прикормка у меня сегодня такая же, какую я использовал при ночной рыбалке на карася. То есть это я взял пакетик Италикс с ванилью и бисквитом. Как бы тоже мужики посоветовали о том, что с ванилью. Ваниль как бы вот классика типа того, что по карася. Ну, пока да, пока я с этим согласен. И пока что эта тема работает, все-таки замешаю. Субтитры сделал DimaTorzok Вот эта вот легкая волна, она как раз-таки не понимая я. Ну, вот видите, вот только вроде протопило же или нет? Непонятно. 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 Она была очень такая прям на полделения буквально. И это что-то нормальное. Ну, короче, вообще не идет. Нормально это покарать клюнет. Вот он. Четкий. Четкий. Четкий поросенок. Пойдет. Пойдет. Тихо, 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 тихо. Лесочка тоненькая. Четкая рыбеха какая. И крючок вынимается. Хоп, и все. Тихо, 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 тихо. Он, кстати, уже начинает быть шершавом. Так что скоро он перестанет открывать. Класс. Решил тут вот рядышком закинуть. Пузырьки выведет. Уже ткнул кто-то. Ну, наверное, верховка. И цараза полной осадки уже сбила, наверное. Класс. Ух ты. Клюнул. Нихера себе. Ой-ой-ой. Крупный. Крупный попал. Нормальный такой. Нормальный. Офигеть. Там почему-то у меня прикормишь нам пить нет. нету ё-моё это кабан это кабан ну какой совсем уже страх потеряла поганочки плавают роют что-то там на дне водоросли какие-то рыбочки сидят грустят так-то уже начинает смеркаться надо будет скоро ставить светящийся поплавок а то уже в камеру поплавок видно а глазками уже плохо пока что наверное не буду включать антенну хотя что нет давайте включим сразу пускай горит вот огонь зараза такая ладно тут карасей пугает поклевочка поклевочка Вот он, вот он, давай, чуть-чуть книзу, я тебя подсеку, давай-давай-давай. Вот он, мелкий, что это такое, там мелкий, мелкий карасюк. Птички там уже мою пирожку хавают вовсю на берегу, блин, шорох. Такой стоит, мыши, птички. Поплевочка. Писк какая вялая. Попловок еле-еле-еле отыгрывает ее. Попловок еле-еле. Поплевочка. Видимо по чуть-чуть кушает, 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 кушает. Карасюк, мелкий карасюк. Карасюк, мелкий карасюк. Карасюк, мелкий карасюк. Карасюк, мелкий карасюк. Совсем уж мелкий какой-то. Карасюк, мелкий карасюк. Карасюк, мелкий карасюк. Карасюк, мелкий карасюк. Сразу два, но мелких, и два мелких. Один дальше взял, заглотил. Ну что, друзья, время уже глубоко за полночь, идет пар изо рта, потому что рыбка клюет мелкая и клюет слабо, поэтому я решил ехать домой. Сейчас я вам покажу свой улов сегодняшний. Ну вот. Ну вот. Рыбки-то некоторые, а ну да, прям зачетные, а некоторые просто откровенная мелочь, но я их на переселение, то есть повезу в другой прутик, потому что есть какие здоровенные караси здесь, вот этот уже шершавый, может быть поэтому он уже переселился. Тихо, тихо, тихо. Вот он, шуршалый, здоровый, здоровый. Ну все, закрываем ридерко, поедите сегодня в другое место. В общем, ребят, рыбалка сегодня получилась какая-то такая, ни шатка, ни валка, вроде как бы и хорошее начало было и закончили мелкой рыбой и еще и холодом. Вот, в принципе, есть положительные моменты, я сегодня испытал. Безбородые крючки, вот. Классная штука, мне очень понравилась, по крайней мере, если за одежду зацепляется, то раз сразу же я цепил карасей, ни одного схода не было. Отцепляешь тоже очень великолепно, вот. Хорошая штука. Однозначно стоит, ну хотя бы один раз попробовать, переступить, что называется, через себя и пробовать безбородые крючки, потому что, ну реально тема работает, как оказалось, как ни странно. Вот. Рыбачил я сегодня на удилище 4 метра, хиробуна, тесто, караси, короче, красота. Скоро у карася, скорее всего, будет нерест, вот, поэтому поеду с другой рыбой, поеду за лещом, поеду, может быть, за хорошей сорогой, а может быть, поеду туда, где все-таки клюет карась. Пока что не знаю, загадывать не будем, но рыбалки однозначно будут и, скорее всего, будут интересны. В общем, ребята, у меня на этом все. Берегите себя, всем крепкого здоровья, мирного неба над головой и всем пока, увидимся в следующих видосах.